До сих пор в чемпионате принимали участие только молодые люди. В этом году организаторы конкурса пошли дальше, пригласив старшее поколение тех, кому за 50. Первый же опыт стал для Курской области успешным, благодаря высочайшему мастерству Леони Дозорина. Самое главное – это ответственность за работу. То, что ты делаешь, это работало и не подвело в самый такой нужный момент. То есть умение, знание и ответственность. Вот это самое главное. Леонид Анатольевич постоянно совершенствует свое мастерство. Чтобы добиваться таких успехов, необходимо идти в ногу со временем. В радиолюбительстве, как и в любом деле, всегда в радиоэлектронике что-то появляется новое. И это нужно читать, изучать, попробовать. Самому посмотреть, как это работает. То есть это жизнь радиолюбителя. Жизнь – постоянно учиться и изучать новое, то, что появляется. И быть в курсе всего этого нового. Познакомиться с победителем пришло много молодежи. Эти ребята хотят связать свою жизнь с работой в сфере атомной энергетики. Для них Леонид Анатольевич – пример для подражания. Как тут можно не гордиться таким человеком? В принципе, Курская область в очень большом смысле такими людьми полна. То есть таких людей очень много в нашем городе, в частности. Вот, Леонид Анатольевич – не исключение. Я очень горжусь. Я рад за него. Серьезно рад. Технические специальности на сегодняшний день весьма востребованы. Значи наши сегодня приходят к нам ребята с разных вузов, с разной подготовкой или без вузов. Но все они приходят к нам в наш коллектив, где не доводятся до той кондиции профессионализма высокого класса, который мы сегодня с вами наблюдали. В Курчатове особое внимание уделяется развитию творческих и технических способностей молодежи. Возможно, кто-нибудь из ребят, вдохновившись примером Леонида Зорина, прославится лавинный край. Станислав Костиков, Антон Судженко, телеканал СЕИМ. Продолжение следует...